Ну что, третья карта. Теперь решится, кто же пройдет у нас в полуфинальчик, вернее в полуфинальчик, и это будет коллектив Росбеячи или же коллектив Фаерфист. Кто же все-таки встретится у нас с Эвил Пандасомега, решит по сути эта карта. Ну и сразу же хочется отметить, что Фейслос Вайда забирает себе Разбеячи, с ним у них действительно игра идет чуть поуверенней, но Фаерфист решили сыграть через Дума. Тоже весьма забавно, хотя Визаж... Визаж? Серьезно? Это ж Визаж и Фнит. Неужели они дровку собираются добрать? Это было бы прикольно, однако это очень большой риск. А если без дровки играет у Визажа демаджа не так, что будешь очень много Фейслос Вайда того же пробить, не факт, что получится. У него есть таймволк, если он вовремя его использует, может быть очень неприятно. Со сталкером та же беда. У него даже на старте армора огромное количество. Убирается пока Клинкс, ну правильно, на всякий случай, но... Блин, мне кажется, что это Мирана Мид. Хотя... Ну да, все еще можно было поставить Фейслос Вайда в сложную, Мирану в легкую и добрать какого-то еще сурового персонажа, например УД, и просто бегать челкать. Далее опять же... Не, инвокеры они сами запонили. Не знаю, кого могли. Ну и Фаерфист опять берут Вивера. Ну с ним у них очень часто получается играть. На самом деле. Они часто с ним побеждают. А я чую, скоро против них просто на всякий случай будут банить этого Вивера из серии. Ты что рисковать? Они им часто играют, периодически даже выигрывают. Ну, просто убрать и все. Хотя, честно говоря, их комбинация с Мираной, там через Кунку Мирану, тоже вполне заходит. Ладно, все это лирика, но теперь разберечь призадумались. У них есть почти две минуты на то, чтобы решить, кто же будет сражаться за их сторону. И при этом будет не особо бояться Дума, Финсгриппом, как-то бодаться с Вивером. Ты визажом. Ну и кстати, классика как Апаришн и Вивер. Просто бессмертная классика. Качаешь себе челентач и убиваешь. И я даже не удивлюсь, если они опять поставят 3 на 3 линию. Но на самом деле, аппарат Вивер плюс 1, это очень сильная комбинация. Ее не стоит недооценивать. Тем более, что там один из саппортов Сталкер. Он не самый активный персонаж до четвертой минуты. Да и на самом деле, после четвертой не всегда получается написать фраги с этим персонажем. Кто укрепит здесь коллектив Росби? Можно, конечно, попробовать пойти ва-банк Сталкера вообще в мид воткнуть. Мирану на легкую, Фейслос Вуидов сложную. Но, честно говоря... Наверное, даже Джекера смотрится получше в миде. Это Ликан? Ладно. Посмотрим. Пока что я не понимаю задумку коллектива Росби. Вот вообще. Как бы Хилл понерфлен, причем очень серьезно, поэтому спасать он вряд ли сможет. Сильно бафать тут особо некого. То есть нет кучи сумманов, которые бы просто бегали и убивали. Если он пойдет через книжку, то как бы Вивер тоже не особо боится. Финсгриппом подловить. Или Канн, по сути, умер. У меня очень много вопросов к этому пику. Че-то он меня игнорирует. О, все. Будем считать, что пролечил. Не знаю, что делать, перезагрузить. Ладненько, третья карта. Кто же у нас все-таки будет проходить дальше? Да, просто, наверное, все-таки очень скользкий такой. Ладненько, за Рейдзент у нас играет коллектив Росби, Чижошка, Нумиране. На Джекеросе, ПХВ, XL. На Песлэс Вайде, Паллаки, Цуки, на Нейт Сталкере, на Американе, естественно. Хэми, им будет тут противостоять коллектив Фарфис, Соллэпс Ферст играет на Думе. На Бэйне будет играть Гатс. На Визаже у нас Джазмин. А Париж не будет страдать, очень сильно страдать оруби. Ну и Тигран Мэтс на Виверосе. Не пошли они все-таки 3 на 3, но при этом попробуют уничтожить воиды. У них, в принципе, это может получиться. 30 секунд, чтобы бороться. Ну и Мирана, как же ты отстоишь в мид против Визажа, вопрос. Хотя в начале, конечно, и будет фармить гораздо проще, нежели этому птицу. Слишком маленькая у него атак спид. Да и на самом деле, урон тоже оставляет желать лучшего. Посмотрим. Сталкер уже сразу заходит за тавр к оппоненту. Видимо, хочет подрезать Курьера. Это не так, чтобы уж очень просто на этом персонаже. Да, конечно, мувспид он себя тапочком поднял. Но вопрос, получится ли. Прочитают ли такую ситуацию здесь Фаерфист. Хотя пока что Курьер в зоне риска. Курьера видит Сталкер. И Курьер остановился. Просто остановился. Такой, типа, подходи. Нет, нашли все-таки Сталкера. Курьер сразу же побежал тащить фласочку. В общем, все как полагается. Тем временем, на топе. Уже под челинтачем. Бегает опаришен. Пытается размять диспеста с вайдом. Но таймволк он как-то вот не использует. По итогу потерял ощутимый кусок хп. Но тангусом он нормально восстановится. В медиа тут тоже саппорты между собой воюют. Ну, а медлайнеры, естественно, фармят. Все, тоже. А, у нас Бэйн прокачал первый спл. Интересненько. Интересненько. Нечасто такое можно встретить в последнее время. Хотя раньше это очень часто практиковалось. Когда Бэйн приходил просто в мед и не давал фармить здесь оппоненту. Ну, вот опять. На тебе имфибл. И дамы же уже сорокет. Сорок урона. Даже у Цемки, по-моему, больше в начале. И у минера. Печаль. Просто печаль. Ну, и с нижней... На нижней линии дум более-менее стоит. Гид пока нормально. Один Джекерос тут вряд ли справится с тем, чтобы его согнать с линии. Все-таки, если что, подрубается земля. Тащится фласочка. Клоритосик. А если он еще найдет себя сатира... Там вся полезность Джекероса светится к нулю, если честно. Так, к выду в друзья добавился... Бэйн... 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 Блок... Не... Не получилось угадаться. Но по итогу... Отпускают отсюда сталкера. Да Эмирана при этом... Какое-то... Количество крипчиков все-таки забрала. Ну, а вот тебе еще один Амфибл. Ой, бедная Эмирана, конечно. Помнится, когда-то... Даже я почувствовал на себе силу этой штуки. Когда ты стоишь, вроде бы такой... В миде, фармишь, прибегает к тебе Бэйн и говорит... Ну, а тебе минус... Куча дэмэджа. И ты такой... О, КАС-20 урону стоишь, пытаешься фармить. Даже крипы наносят больше урона иногда. Ну, давайте посмотрим. 21 урон у... Эй, стоп. На топе. Покучал Бэйн. О. Ну, и посмотрите. 70 минус 30. 40 дэмэджа. Войд даже от... Не знаю. Он просто понял всю тщетность БТ. Купил топорик. Просто купил топорик. Потому что фармить таким образом невозможно. Цуки. Конечно, неприятно. Очень много хп потерял. Шрайн будет только через одну минуту с копейками. Поэтому придется отойти на базу и подхилиться. Но я напоминаю, что это сталкер первого уровня. А ночь наступит уже через 7 секунд. У него даже пассивки нету. Начало очень плохое для этого персонажа. Ну, и вот она. Наступает. Та самая. Ну, и сталкер этой ночью вряд ли что-то сможет сделать. Хотя, если бы паунтируну на топе подберет. Может что-то придумать с лоидом. Дум, в свою очередь, стоит против ликана. Не качает пока инфернал блейд. Наверное, из-за того, что тут Джекерос постоянно его заплевывает. И особо не поагрессируешь. Что я постоянно вынужден терпеть и просто пытаться получить опыт. Ну, я каждый раз, когда буду видеть дома, буду напоминать, что есть еще один интересный билд. Когда ты пытаешься подмакшивать инфернал блейд параллельно. Так, плевок в душу. Тут мираня, но, естественно, она выживает. Хейст, штука очень неприятная против... Ну, для визажа, скажем так. Может, как бы, вроде бы, пытается кого-то замедлить, и оппонент убегает. Ну, такое. Хотя у меня рано еще и лип был. Наверное, тут, в принципе, шансов забрать не было. А так, ну, думаю, очередная, но... Посмотрите, он просто нахиливается. Хотя, по-хорошему, вот, качнул бы он еще разочек инфернал блейд. Хотя здесь прибежал сталкер. Вот опять сталкер вроде бы прибежал, вроде бы что-то хотел, но его никто не поддерживает. И он опять со вторым уровнем уже полторы. Он почти половину ночи пробегал без вообще каких-то полезных перемещений. Это очень плохо. Слушайте, а так, если дела пойдут, то сталкер к концу ночи хорошо, если третий уровень получит. Да, пытается что-то сделать, думаю, но на развороте он дал один удар и снесет практически столько же хп. Одним ударом. Карл. Так, тот Урса, не тот крипчик, которого бы хотелось, наверное, думал, отгробастать себе. Ну, что поделаешь. Будет стакать в надежде на то, чтобы появится какой-нибудь сатира в миде. У нас опять атака номера, но здесь сейчас есть птицы и нужно плюнуть, нужно плюнуть. Ай, я на меня сошел. Сталкер. Нашел здесь все-таки, думаю, на этот раз выход куда более удачный. Забирают еще и курьера может подрезать. Слушайте, а вот Суки реабилитировался буквально за 15 секунд. Третий уровень, практически четвертый, кучу золота заработал и уже имеет фейсбутс. Вот это, я понимаю, вышел. Ну, надо пищу вардов поставить, чтобы палить, куда дум периодически убегает. Ну, назад, ну, из саппортов перемещения видеть. Да... Не очень хорошо получилось. Клэпнул. Кучу мана потерял, замедлен. Очень серьезно, все даже подбегает сталкер, подзамедлил. Но дум отъехал. Еще один фраг для Суки. Пусть он очень быстро набирает обороты. Еще и Бэйна. Можно попробовать цепануть. Правда, он с липом отбросился. Вроде чуть-чуть времени выиграл. Прилетают птицы. Ликан, умер. Забудьте. Что? Что? Ликан. Как так? Ладно, Джокероса плюкнули, убили. Но Ликан отпустили. Или, или, или Бэйн. Еще один удар нужен. Он просто донавился от крипов. А почему не плюнул визаж в Ликан вторым сплом? Почему он не использовал... Не понимаю. Просто не понимаю. Я думал, что там просто плевок и забейте. Вот его не будет уже в живых. Но нет. Что-то пошло явно не так. Но то, тем временем, Войт пытается подфармливать. Какие-то крипчики у него все-таки уже начали появляться, пока саппорты бегают по карте. Ну и шестой уровень уже тоже в скором времени будет. Но с Зокеросом, когда будет та же история, начнется веселая комбинация. Купол и Макропира. Демоджа, между прочим, там будет достаточно, чтобы писать какие-то фраги. И мы уже бы не опорешнили даже, наверное, на виверях. Ликан. Есть ульта. Хорошо. Кто бы мне сказал. Каким образом буду тут убивать Мирану. Но если что, лип есть. Если только она сама не запрыгнет. Пейн. Также четвертый уровень. Не знаю я, что тут будет сейчас происходить. Потому что Ликан, как таковой, убивать никого не будет в ближайшее время. Джеки Рос. Ну, тоже пока не особо боятся. Сейчас под купол ныривать. Блин, тоже некому. Мирана слишком мало пока урона. Ну и вот Джеки Роса нет ульты. То есть получается, воин будет постоянно фармить. Ликан будет постоянно фармить. И единственная надежда у нас у коллектива Росбечи на сталкера. Сталкера. Весело. С фаерфит ситуация не сильно отличается. Тут будет постоянно напрягать карту Doom. И, наверное, птицы визажа. Вивер пока тоже не особо будет встревать куда-то. Пока не получится артефакты. Слип прилетает на Ликан. На колдфит такой себе. Наверное, надо было с колдфит начинать, чтобы Ликан там одну секунду хотя бы постоял в этом слипе. Ну и ток. Он просто уходит. Так-так-так. Хотят что-то тут предпринят Росбечи. Вот без волков как-то пусты. Так, птиц. Типа забайтил. 4, 3, 2, 1. Айс Пэс и просто птицы призваны по новой. О, и все разошлись. Просто разошлись. Doom со своим дабл дамеджем пошел в лес. Ну, что поделаешь. Тролл. Ну, ладно, тролл. Не знаю, как они собираются тут сражаться. Может быть, действительно, игра превратится в 20-25 минут фарма практически чистого фарма. А потом в три драки. Ну, как китайцы раньше играли. Давайте мы тут в начале ФБ напишем. Потом ответим на эту ФБ. Ну и 20 минут друг друга не трогаем. Просто не трогаем. Так, Doom. В смоках. Войд. Проблемы. Doom получит себя на Кайру. Прилетает от Мираны. Doom. Очень неприятно. Беллоке должен будет здесь умирать. Но он ответ на Виллера. Да ладно, забирает все-таки Мирана. Но как же много Doom же по Думу прилетает. Ну вот она, ответочка. Будет, кстати, не заданная. Ладно. Ликан в медиа нашел у нас Паришину. Нашел Паришину, нажал кнопочку, убил Паришину. То бишь ультимейт. Очень просто. Ну, аппарат не может спастись от него. Вот как бы даже к гадалке не ходи, он должен будет умирать постоянно. Ой, ночь очередная закончилась. Это была, конечно, искусственная ночь. Так что 20 секунд и Найт Сталкер опять побежит по карте. Так что пора бы расставить Вижен. Для того, чтобы палить на кого он будет выбегать. Снизу Фейслес Войт с Думом. Опять встретились, думаю, пока что нету. Поэтому Войду можно и понаглеть на самом деле. Что-то как-то он не горит желание. А, у него баш на единичку. Подождите, а почему? Зачем ему на 2, второй спелл? А, против Вивера. Все ясно. То есть он будет выступать чисто инициатором. Будет пробовать не отпускать Вивероса. Ну, в таком случае, действительно, это имеет место быть. Хотя у нас тут у Мирана. Возможно, проблемы жестко. Получил на себя с Вармы. Ультай, куда ж ты будешь деваться в инвиз уйдет? Вот Эр для таких ситуаций придется таскать с собой даст ты самому. Не будет же каждый саппорт постоянно караулить эту Мирану. В миде. Опять проблема у нас у саппорта. Ну, Бэйн... Блин. Вот я же говорю, вот Сталкер. Ночь началась. Ну, нужно вот прямо сейчас. Представляете, Варды. Сетка великолепна Инферном Блэйдом. Тоже чуть подконтролил Думу. Пример. Да ладно, великолепный купол по двоим, но... Нет. Нет, Думы не подконтролили. Поэтому умирает он все-таки. Сталкер, ну Эру... Ну, тут как-то слишком большое замедление, конечно, от Вайда. Ну, и теперь будет страдать Джекерос. Птицы его будут уничтожать. Теперь можно Соло Асэмпшен разрядить в кого-нибудь. Джазмон, Джазмон. А никого нет рядом. Прожимает Смок. И побегут дальше, дальше, дальше. И Вивер догоняет, наконец, Мирану. Но дамы же катастрофически не хватает. Подловил Эру. Старфол двойной. И он умирает. Конечно, и разменялся с Мираной. Но зачем? Он мог спокойно выжить. Тем более, что еще и Миране отдал чуть больше золота, чем заработал сам. Ну, не знаю. Итогово, конечно, замес 3 в 3. При этом Файерфиз заработали куда больше. Но, тут Ликан фармит. Такой вот тонкий-тонкий-тонкий момент. Книжка его в скором времени будет очень пагубно сказываться на здоровье товаров. Разлетелся. Их, я все вспоминаю ситуацию, когда у Ликана и у Андруида форму нужно было использовать. И главное, чтобы никто с Томом не сбил этот каст. Знаете, как забавно это смотрелось? И вроде пытаешься изменить свою форму. Нет. Тебе ее сбивают. Еще раз, еще раз сбивают. И ты стоишь просто пытаешься эту ульту использовать в течение 5, а то и 7 секунд. Это было, ну, просто жесть какая-то. Поэтому Ликану тогда и не особо использовали в агрессивных каких-то пиках. Больше просто его брали на фастпуш. Все. Все для чего он использовался. А теперь, ну, посмотрите, он периодически заходит как самостоятельный кор. Периодически в мид. Так, очередной сайлензов Дума. Слишком много времени потратил Цуки здесь. И, на самом деле, Дума может... А, Инфернал Блэйд не раскачан. Ну, Дума использует, но... Черт, Дума же-то очень много Цуки. И даже без фейзов прожатых он спокойно мог попробовать его добить. Ну, он должен догореть здесь все-таки Найт Сталкер. Но, Дума, конечно, стоит 10 кп. 10 кп, серьезно? Вот было бы чуть-чуть больше прокачан Инфернал Блэйд. Ой, просто без комментариев. Апаришины теперь нашли. Ишрайн штука весьма целительная. А теперь уже этот вроде как практически убитый сталкер убивает вашего Апаришину. Называется, не добил Дум его. И при этом, опять же, способность одна из самых ключевых. Это Дум. Его не будет еще 100 секунд. Ну, и сталкер, конечно, очень круто напрягает. Правда, день начался. Птицы подконтролили. Соло Сэмпшен нужен. Все, два заряда дня. Смысла тогда не было. Им рано прикупило уже у нас Мэл Шторм. Будет быстрее подфармливать и больше вносить урона. Ну, вот это неплохо. Пу-ру-рум-пу-рум-пу-рум-пу-рум-пу-рум-пу-рум-пу-рум-пу-рум-пу-рум-пу-рум-пу-рум. А сейчас бы эта ульта Паришина наш рейн, чтобы неповадно было отпеваться. Ну, нет, это было. на самом деле вот просто как-нибудь попробуйте думу качнуть на два-три раза этот infernal blade ну devour не качните пару раз ну не такая уж это большая потеря до чуть откат уменьшается до чуть увеличивается получаемое количество золота но при этом дума самостоятельно фраги писать не может дэмэдж этим мало цуки проблем очень много там же получился армии вся отгорец infernal blade отгорает все-таки а дума в это же пожить и посмотрите как замедлен дум бедолага он даже не мог банально убежать куда-то из-за огромного количества замедлений джазман остался один против троих его тут периодически пытаются настигнуть но слишком быстро он бежит под черен под грех чел это париж он так не может что жазмин то не убежал на базу и телепорт не сделал пока время было теперь будет страдать ваших труп почему не воспользовался моментом для телепорта а я думаю что на этот вопрос может ответить только он сам причем отвечать ему придется перед своим коллективом потому что выжить он мог да фото себе планирует уже практически половина золота насобирал и вот от париж на померане щас бутинс грипп используют и чуть-чуть не дотянулся бэйн че вивер был на подходе до отпустили сейчас очень знательниками рану думаю 5 лет по лесам он нужен крепчик на самом деле по полезней вот волк почему бы и нет виверу дополнительный урон дать тут вот тут бесполезные крипы вот тоже она не знаю серьезно бедный вивер макрапиры купол еще веру наверняка прилетала дать действительно веру тоже прилетала опять же это ожидаемая была комбинация действительно она больше на вивера направлено если там на дуба визажа какого-то с ними и так справиться дата париж на лаки получил свой еру сразу сбивается финс грипп и неприятно конечно получилось будет выжил такая классная способность ушла также на откат грустно сколько у нас мужик резиста здесь 0 так джеки росон скорее все будут пробовать подцепить не слишком медленно здесь все прибежали что-то слишком пассивная карта так там делаешь она твое до вивер а вивер ты сейчас должен будет умирать скорее хотя нет успевает использовать млэпс в очередной раз наши кучи забегают уже проблемы будут у джеки роз отменяется в него думаю правильно не то это цель я такой способности но параллельно stalker подпушивает мид да конечно он не самый лучший пушер сприт пуш также далеко не улучшать него но слишком медленно с гриппом разбирается на чем не погрешет погрешет слушать 25 хпл но товар отгрызает узнать и как ирана он не уже практически то собранном йолдер штука очень весело вот проблема там уж очень мобильные все достаточно далеко друг от друга стараются отстоять молнии конечно поднимали раньше отскока но все равно это может быть в какой-то момент недостаточно но зато так спит будет гораздо выше вообще будет забавно посмотреть на то сколько скорости она будет бить когда лип используют о кому-то привет так с джеки роз с аркан руной ой блин сейчас вот нужно куда-нибудь макропиру положить просто для того чтобы была окбейн подловил в себя и роусу даже прилетает правда ой купол великолепный джазмена закрыли на джазман нужно очень быстро убивать иначе убили дэмидж от него просто слишком много минус 3 уже написали чай вивера спалили здесь за счет некрономиконов маны решили в наш райн прожимается ладненько в таком случае нужно просто идти по топу аппарат пород не пошли на него некрономиконы блин да вы же тут хватает не получается виру вносить достаточно урона чтобы как-то перебить вот этот вот лютый зоопарк да к тому же там визаж со своими птицами смотри за же убил птицы у вас расстреливают воида не убил получил купил макропируем минус один макропир к дом пошел в мирану но то есть пес отзвонили неплохо будет еще там делай шин дом по сути использован в никуда рану уйдет она просто слишком быстро и по дефолту посмотрите 345 муб спида до свидания а stalker опять подпушивает мид stalker опять здесь но вовремя уходит как бы мог выиграть слишком много времени то что в коллектив подтянулся мне кажется тут все-таки проблема в том что firefist просто позволили разберечь и пофармить они могли с вивером устроить вакханалию против ликантропа против воида как-то попробовать использовать дума и действительно раскачивать инфернал блэйд на самом деле эта способность очень крутая и очень многие недооценивают но даже на два раза взятая на наносит очень много дамажа когда ты берешь ее на три особенно в линии один на один качаешься первый спал единичку 2 спал единичку и 3 в тройку он просто раз щелкнул 2 щелкнул через 20 секунд твоего стояния на линии оппонент уже вынужден и тихилиться к д маленький урона много монокост мизерный почему бы и нет черная вылазка просьбе они видят прекрасно джазмена пошло замедление ликан форме прибегается даже стол окрестно бросили от слишком быстро так купол от весны свой да еще и ру прилетает в игре ну до свидания в таком случае нет уж здесь оба дона чтобы стены такой стан ну и 40 секунд на то чтобы зайти на хайграунд я думаю что это предостаточно что по байбекам нет байбеков нету печалька правда не крономикона сейчас исчезнут но такое если честно 15 секунд я думаю что мирана со своей молнии джеки роз ликвид фаером будут достаточно быстро разбирать этот аур вы посмотрите на единичку на 25 минуте сталкеру откусывают какое количество хп представляете что это было бы три раза мирана нужно яру чтобы сбить не продает здесь просто джеки роз и хочу отъел стики вроде как чуть-чуть пожал дольше но не пережил он все таки это так не знаю я вот всегда буду рекламировать урну infernal blade размах шины в начале серьезно это очень круто кстати про урну разби ее нету и у фаерфиш тебя нету серьезно касательно урны и дума опять же если играешь с неразмакшенной землей урна очень приятный артефакт ты за счет интернал блейда можешь спокойно убивать даже если стоишь на сложные линии саппорты постоянно страдают и в какой-то момент просто прожать землю 22 infernal blade of саппорта он умрет ты на этом получишь два заряда урны и спокойно отхилишь себе гораздо больше чем тебе бы нахилила тоже земля понимаете вот для таких комбинаций вроде бы все есть точно так же как когда играешь с клинксом ну казалось бы это чуть ли не обязаловку купить какому-нибудь саппорту доминатор вы понимаете что при доминаторе при использовании доминатора на любого абсолютно крипа у него становится 1400 хп это самый большой крип которого может слопать клинкс вообще в принципе я просто не понимаю почему такое не используется при этом опять же пришел на линии вот драка на линии завязалась нажал доминатор подвел клинкс у клинкс его съел никуда отходить не надо не тратится время чтобы сбегать в лес она всегда под рукой и там откат мизерный также и тут ну все есть для того чтобы купить опять же как собирается сейчас урна через raindrop 4 заряда ты можешь raindrop и использовать пока дофармишь урну переложить в бэкпак чтобы он не потратился случайно и потом из raindrop с одним зарядом сделать себе полноценный артефакт урну ты экономишь кучу золота raindrop и в любом случае новая штука я просто не понимаю почему не используется это любому саппорту raindrop и тоже практическая безаловка ну просто потому что у них и так хп мало и минимальная защита от магии им просто великолепно заходит опять же почему один заряд не сохранить из вот этого одного зарядного raindrop и не собрать урну да доплатив там 500 золотых 300 рецепт ладно чуть больше 300 рецепт 175 колечко и там надо еще циркли прикупить при этом какие статы дает все статы армор их и манреген просто почему ее не собирают с халбертом тоже тему было когда ввели патч что даже бкб не снимает халберт очень долго народ не привык к тому что просто этот халберт полезен они очень долго не воспринимали его всерьез раз на просто не он появился 2 на просто не появился и как бы оказалось что действительно круто каких-то играх чуть не по три-четыре штуки появлялась ну сейчас правда мода на халберта чуть отошла купол не лучше ваш прав отработал по джазмена джазман закрыт здесь с псм получилось возобрать тип этого все отсюда отойти должны слишком много способности потратили в никуда хотя в принципе без купола тоже можно подраться но вот нету ним и крапиры пока латшада ушел нет наверно все-таки минутку стоит подождать не отгоним скоро будет у сталкера птицу поднял но цуки очень круто конечно отыгрался вот первые пять-шесть минут у него все было очень плохо doom один фирма blade я вообще не понял джеки роз макро пиру положил но опять же не лучше забирают у нас тут через некрономиконов война и теперь уже будет страдать дум хотя дагер он успевает сделать страдать тогда наверно будет хотели can просто по т4 забегает нужный рейдер лично еще и здесь интернет форма заканчивается ликана ликана нужно добраться со всем что нужно забросить отлично и не хватает немного урона серьезно так вот просто отпустили еду уже был почему не использовали видимо пожалели ну и тут практически сгорел лишний барак на топе конечно отпустили ликана надо наверное свечку пойти поставить у него егис был может поэтому он особо и не парился но так разменивать и егис на это я бы сказал что это слишком дешево вот и все ладенько мирана уже прикупила себе ленкин сферу против думы и финс гриппа тут этом мастхэв первый шрайн уже отъехал вивер нашел ликана ликана форма есть хотя думать по нему такое сгорел ну вот воет против вивера кстати отличное решение тоже если прибегает на телевизорос в кучах нажал одну кнопку и все он не может никуда деться не знаю что использовать конечно time-lapse но не всегда получается слишком больших к ставим ну ладно по итогу честно говоря не знаю как тут будут камбачиться сейчас фаерфист потому что они очень много ошибок допустили мы в очередной раз скорее все сейчас с микронами клонами зайдет просто лекан аглифа то нет аглифа то нет сборок дом дом получил салис прежде чем использовался ультимейты с лиском быстро его убивают еще пару ударов быстрее добили дома отлично теперь еще и спс положили на птиц 1 подмерзла правда визажа просто согнали приду гатю гуцова сэмпшен влек она такое я пытаюсь подумать как теперь действительно фаерфист отбиваться представьте ситуацию что дум ворвется в кого-то не идеально успеет раскастовать свой doom inferno blade и возможно даже отойти кто это должен быть подумывает какой-нибудь чтоб купол не поставил вроде бы и хорошо ну тогда тебя убьют лекан в лекана чтобы он форму не прожил но он заходит на к тебе на как граунд уже прожив некрономик он поэтому он сам отойдет а покемоны тебя убьют так убивают здесь бы на бы на действительно просто убивает слишком просто получается здесь на самом деле получается ситуация такая не то чтобы безвыходная но сбивают еще телепорт виверу купол еще на него поставить хотя вивер и вера получает на себя купол действительно здесь же прожимает сразу ночь от night stalker а и игра убивают на третьей карте слишком много ошибок от фаерфиста и при этом розбечи просто великолепно подсобрались и исполняют на высшем уровне но и stalker отдельная печенька должна отходить на самом деле вначале вроде бы не пошло но тут скорее пик больше решал чем сам скил игрока потому что с мираной писать враг сложно свой дом который не качает ваши тоже на низ приходишь там дум который хилится по итогу нашел выход из этого лекан опять под фонтан собирается дайвить запускает туда микрономиконов с волками и бен еле живой отсюда то ладно не уйдет скорее всего бит либ сбил слип одним из микрономиконов даже наверно волком и поэтому убивают под фонтаном тем временем сторона упала лекан продолжает развлекать и пишите ггвп ну что тут можно сказать розбеч отлично показывают себя когда-то не давным-давно наблюдал не тоже играли очень агрессивно и приятно видеть что не растеряли хватку и не проходит у нас дальше посмотрим как они проявят себя против его панда с омега сегодня для них игры закончились мы сейчас будем переходить к следующему best of 3 противостоянию далеко не расходитесь скоро к вам вернемся